которые у всех на слуху, но они просто раскручены, а мы пока еще о себе так не заявили. Давайте дальше. Сельский туризм – это любое фактически пребывание на сельской территории с целью изучения каких-то местных достопримечательностей, в том числе объектов ведения бизнеса на селе, посещения каких-то разовых мероприятий, праздников и знакомства с местным этносом, с местными промыслами. То есть очень многообразное направление, в том числе включает в себя экотуризм, о котором уже Ольга говорила, и включает в себя, мы считаем, что это все-таки больше к сельским территориям. И отдельно для нас очень важное направление агротуризма – это непосредственно уже посещение мест пребывания наших фермеров. Давайте дальше в части того, что мы сейчас делаем. Я бы хотел рассказать, куда мы уже движемся, потому что я думаю, что мы можем очень много сделать уже в существующих условиях, с существующими возможностями. То есть, конечно, основная задача – это популяризация нашего села, наших территорий для будущих туристов. Поэтому у нас так несколько этапов. Мы организуем туры и экспедиции по очень красивым маршрутам, и потом дальше эти маршруты доносим до потенциальных туристов. Ну, первое, мы делаем освещение, конечно, средств массовой информации в соцсетях, фото-выставки, каталоги формируем отдельные. Второе, после того, как прошла сама экспедиция, мы запускаем сайт, где мы уже ведем полное описание данной презентации, данной экспедиции с отражением тех маршрутов, которые были, разносим их на более короткие маршруты, такие локальные, в зависимости от потребностей, для людей более удобные. Делаем записи аудиогида, чтобы человек, поехав, мог в принципе, как это сейчас принято во многих музеях, побывав в этом месте, даже не найдя, может быть, человека, который ему расскажет, сам получить необходимую информацию. Делаем путеводители и размещаем это на нашей электронной площадке. Популяризируем еще через сувенирную продукцию, приглашаем в основном местных туроператоров, потому что они хорошо достаточно знают вот те территории, которые массово пока не освещаются. И, конечно, делимся тем положительным опытом от туристов, которые уже побывали, которые воспользовались этими предложениями. Следующий слайд. Вот, как пример, у нас прошла недавно экспедиция по северу, Русск-Север. 19 дней достаточно длинная экспедиция, больше 5000 километров. Много было материалов, много было интересных встреч. Там присваивались звания красивейших деревень России. То есть такие были насыщенные мероприятия. И вот по результатам размещали информацию те гости, которые принимали участие в этих турах на своих страницах в Инстаграме, в Телеграм-канале и так далее. И самое интересное, что большинство отзывов, которые были от друзей, от знакомых, что «А как вы смогли поехать в Канаду, в Америку, в Швейцарию?» Когда все закрыто, как вам это удалось сделать? Ну, ответ был очень простой. Никто никуда не ездил. Это наша Родина. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Вы можете все это получить не в шаговой доступности, но на нашей родной территории. Дальше. Поэтому мы на этом не останавливаемся. Мы планируем провести еще четыре таких маршрута по разным федеральным округам. Это «Тропами Староверов», «Сердце России», «Река Народов» и «Тихий Дон». И по каждому из них, опять же, сделать точно такую же работу. То есть провести такое серьезное освещение этих маршрутов, создать длинные и короткие маршруты, которыми могут воспользоваться потом наши и приезжающие туристы. То есть сделать все для того, чтобы вот эти красоты увидели как можно больше людей и получили возможность к ним прикоснуться дальше. Мы говорили о том, что у нас есть вопрос сервиса. Поэтому мы считаем, что на сегодня уже, не дожидаясь каких-то, может быть, иных изменений, мы сами вводим модель сертификации, модель оценки уровня качества предоставляемых услуг для наших фермеров. Потому что это основной состав наших клиентов, это наши друзья, партнеры, мы их всех знаем. Поэтому мы их разделяем на группы. И исходя из того объема туристических услуг, которые они могут предоставить, на нашей электронной площадке, мы будем формировать, уже начали это делать, вот такие комментарии и такие оценки, которые упростят работу для потенциального туриста при выборе того или иного тура или того или иного фермерского хозяйства, которое турист захочет посетить. Дальше. Денис, только хочу напомнить про плоты с нашей сессии. Да, я очень быстро, буквально два слайда еще. Ну, то есть, и основная задача, конечно, это популяризация и создание тех условий, которые позволят активно развивать это направление. Поэтому мы создали электронную площадку, которая позволяет осуществить встречу наших фермеров, которые предлагают данные услуги, с потенциальными туристами. Есть платформа, которая позволяет фермеру ввести все необходимые данные о своем объекте, показать услуги. Потому что мы здесь помогаем с точки зрения доведения в определенных стандартах, которые потом упрощают сравнение и поиск. Не буду все перечислять. Следующий слайд. И есть отдельно такая же площадка свое родное. Это отдельный сервис уже для туристов, где есть раздел агротуры. Он на сегодня дополняется, формируется, расширяется постоянно. Формируется удобный поиск по расстоянию, по длительности, по виду поездки. И мы рассчитываем, что это, конечно, даст существенный рост. Потому что сегодня у нас готовы принимать фермеры до 2 миллионов туристов в год, а потенциал уже сегодняшний мы оцениваем до 8 миллионов туристов в год. Поэтому надо на 2 миллиона уже создать возможность комфортного пребывания и активного отдыха. И потом создать еще условия для оставшихся 8 миллионов и дальше наращивать. Следующий слайд. Очень коротко. Что еще мы предлагаем? Это, понятно, финансовые продукты, как банк, это просто наша прямая деятельность. Мы создаем отдельные специализированные кредитные продукты, продукты по мотивации в виде кэшбэка по покупкам в рамках сельского тура. Цифровые сервисы, как я уже сказал, и для тех, кто предлагает туры, для тех, кто ими хочет воспользоваться. И, конечно, финансовую поддержку в большей части – это освещение тех возможностей, которые есть, создание каталогов, путеводителей. И отдельная тема – это, конечно, обучение. Обучение тех, кто принимает туристов, правильной организации туристического бизнеса. Я надеюсь, что совместно вот такими усилиями то, что Ирина делает в части городов, то, что ОСИ у нас делает в части продвижения тех территорий, которые находятся уже в парках и так далее, я думаю, что мы комплексно сможем эту проблему решить.